Ну что, друзья, наконец-то дождались вы, дождались мы, я все-таки готов сделать обзор на Киберпанк 2077. Спустя полгода, после того, как эта игра вышла, я ее где-то в мае купил. Как раз-таки была распродажа в NVIDIA, я пошел себе купил коллекционные издания. Вот, собственно, она, в ней еще идет комикс. И знаете, в тот момент, когда я читал этот комикс, рассматривал карту, я поймал себя на мысли, что, блин, они молодцы в этом плане. Они сделали большую работу, видно, что люди старались. Но просто из-за того, что было слишком много мишуры вокруг, я не думаю, что у них получилась та игра, которую по итогу они хотели видеть. И по итогу, та игра, которая получилась, не совсем мне понравилась. Я игру полностью прошел, выбил в ней платину, прошел все побочные задания и скоресил весь этот мир Night City вдоль и поперек. Поэтому хочу поделиться, даже не сделать обзор, а поделиться, так сказать, своим мнением, своими впечатлениями о Cyberpunk 2077 и о моей личной боли после ее прохождения. Грустно. При создании персонажа мы можем выбрать три его предыстории. Это Кочевник, Корпорат и Дитя улиц. Я прошел за Дитя улиц, потому что я такой тоже уличный парень, ну вы поняли, да, типа такой. Но просто мне больше всего понравилась именно вот эта предыстория. Также я немного поиграл за Кочевника. Кочевник это вот здесь такая прослойка людей, которая как раз таки обитает вне больших городов. То есть так называемые курьеры. Ну все то, что было в Death Stranding. В принципе, захотите нормальный киберпанк играть, это Death Stranding. Это была шутка. Но как раз таки за Дитя улиц я прошел. За Кочевника мне пришлось перепройти на Платину, потому что в тот момент, когда я проходил игру, она была жутко глючная. Там не было одного достижения. Мне пришлось из-за того, что у меня игра была на диске, устанавливать ее с самой первой версии, которая настолько полна лагов, багов, что за мной чуть ли не огненные машины в этой погоне в самом начале гнались. Но на самом деле даже это был какой-то такой достаточно интересный опыт. Расскажу про завязку сюжета именно от лица Дитя улиц. Нам в одном баре дают задание. Говорят, укради у одного корпората тачку и, так сказать, ты получишь какие-то денежки. На что мы, естественно, соглашаемся. Все вроде идет как по плану, потом в самый ответственный момент и самый, как оно бывает, ненужный появляется персонаж, который позже узнает, что его зовут Джеки. Все нам карты спутывают. Нас, естественно, мордой в пол. Полицейские приходят, говорят, что тюрьма и так полная. Избивают нас и отпускают на волю. После чего мы с Джеки, естественно, становимся друзьями, ведь такой опыт нас вместе объединил. Мы начали потихонечку выполнять какие-то простейшие задания. А потом Джеки находит одного из самых больших во всех смыслах человека в Найт-Сити, Декстера Дешона, который хочет дать нам один очень интересный заказ. И вот с этого всего начинается эта история. Как и в любом хорошем РПГ, мы сами вольны выбирать тот стиль прохождения, тот стиль геймплея, который нам нравится. До себя я выделил несколько. Первый это Нетранер, который зависит от всяких различных примочек, от всяких различных аугментаций, на всякий там взлом. То есть мы вселяемся в какую-то систему, смотрим через камеры на всех, взламываем какие-то механизмы. И в целом это такое полустелс, полуактивное прохождение. Второй стиль для себя я выделил, это такая машина для убийств Громила. Он акцентируется на силу, на реакцию, бежит вперед, фигачит либо холодным оружием, либо кулаками. И все это на самом деле интересно, потому что я играл на консоли, и за этот класс мне было проще всего проходить. Это мне напомнило те времена, когда я еще проходил Fallout New Vegas, кто помнит, у кого сейчас такая мужская скупая слеза ностальгии пошла. Там по одному из первых квестов нам нужно было проникнуть в некоторые исследовательские центры, запустить гулей в космос, и там мы впервые находим арматуру с бетоном. И вот ей мы там начинаем всех этих гулей кромсать. Вот эмоции приблизительно такие, поэтому если вы проходите на консоли, советую именно быть таким громилой убийцей. Ну и третий вид прохождения, это естественно бесшумный убийца. Он больше ориентируется на оружие дальнего боя, различные снайперки и всякое такое. Что прямо сразу могу сказать, что меня выбесило в киберпанке, это отвратительнейшая стрельба. Я не знаю, как это можно было все сделать, что вообще происходило у них в голове, но когда ты в самом начале игры не на самом сложном уровне сложности проходишь ее, тебе приходится с пистолета в голову, ну, наносить выстрелов 9-10 в одного моба, чтобы более-менее как-нибудь с ним досправиться. И единственное удовольствие, которое я начал получать при стрельбе из оружия, это тот момент, когда я получил свою первую снайперскую винтовку. Вот там, да, с большого расстояния, с хорошим критом, ты начинаешь всех ваншотить. Вот это мне понравилось. Дробовики, ты подбегаешь, стреляешь, не сносишь, тебя убивают и начинается эта вот прогрузка в течение одной минуты. Поэтому в плане огнестрела мне здесь вообще ничто не понравилось, кроме, как я и говорил, снайперских винтовок. Ну и, конечно же, по традиции, можно в оружие или в броню вставлять различные модификации. Здесь, по факту, они особо ни на что не влияют. В игре мне также понравился взлом, но я к нему очень долго привыкал. Потом я где-то к самому концу игры догадался, что можно как-нибудь вставить имплант в голову на то, чтобы время и количество ячеек для взлома у вас увеличилось. И в связи с этим вы можете больше и чаще ошибаться. Тогда он стал гораздо проще. Но как только я начал более-менее стараться взламывать что-то сложное в базовых ячейках, горело у меня нещадно. Естественно, из-за того, что у нас это мир киперпанка, вы можете вставлять себе различные аугментации. Можете себе менять кулаки на руки гориллы, бегать, всех вот так вот кромсать, убивать. Можете себе вставлять руки богомолой и всех тут своими ножами шинковать. Но на самом деле, я часто говорю, но потому что в действительности здесь, если вы хотите сразу же пройти игру на платину, вы не можете тратить деньги. Потому что здесь есть замечательное в кавычках достижение, где вам нужно купить весь автотранспорт, доступный в игре. И на это вам понадобится в районе 1 миллиона 700 тысяч Эдди. А за все полное прохождение игры со всеми побочными заданиями, со всеми продажами всякого лута, которые падают с противников, я заработал, внимание, миллион 800 тысяч Эдди. За почти там 120-150 часов игры. То есть даже если теоретически я бы захотел как-то там более или менее поиграться со всем этим, я бы попал бы на какие-то неприятные ситуации. Потому что здесь нету нормальной возможности зарабатывать. Да, во всяких сайтах профильных, где трофихантеры обитают, говорят, что можно через какой-то крафт денежку зарабатывать. Я это тоже все прекрасно пытался сделать, но крафт здесь тоже отвратительный, потому что чтобы его делать, нам надо разбирать оружие с противников. Его мы разбираем, получаем какие-то ресурсы, ресурсы мы перерабатываем в какое-то оружие. Или же мы тратим эти же самые ресурсы на улучшение качества экипировки, которая у нас на данный момент есть. Или же на улучшение его редкости. Потому что здесь есть такая же система а-ля Диабло, где у нас есть обычный уровень шмоток, есть легендарный уровень шмоток и какие-то там вещи от необычных, редких и так далее. Также сразу хотелось бы здесь затронуть момент с прокачкой. Она здесь в целом тоже вообще ни на что не влияет. У нас здесь есть несколько базовых характеристик, которые мы прокачиваем, получаем какие-то внутренние очки в этой системе прокачивания. И в той характеристике, которую мы прокачиваем, мы можем открыть окно, в котором у нас такое дерево различных перков открывается. И из того, что вы прокачиваете эту самую характеристику, у вас вот внутри этого диалогового окна есть какие-то очки, которые вы можете распределять между всеми этими перками. Я совру, если скажу, что они реально полезные. Они чуть-чуть облегчают ваш геймплей. Но здесь вся система настроена так, что, во-первых, у вас здесь есть верхний потолок уровня, а он всего лишь 50-й. Вы не сможете в мире киберпанка собрать из себя какую-то машину-убийцу, которая будет ходить и ваншоты всех направо и налево. А когда РПГ вам не дает такой возможности, чтобы вы, особенно в киберпанке, да, вы заработали там кучу денег, прорвались в этот криминальные верхи, и вы вроде хотите уже, да, сделать из себя какого-то робота-убийцу, у вас такой здесь возможности, к сожалению, нет. Поэтому, если вы каким-то там магическим образом случайно себе все запороли, или же вы не стремитесь получить платина, то не расстраивайтесь. В целом, вы как бы и так можете все это пройти. А если же вы все-таки настроены на платину, тоже внимательно идите на форумы, читайте, что вам в первую очередь нужно прокачать, чтобы вы более или менее могли спокойно получать те достижения, которые хотите. Коли же это у нас РПГ в открытом мире, давайте поговорим, собственно, об этом самом открытом мире и обо всех его аспектах. Он реально большой, он интересный не в плане изучения, а вот он именно интересный в плане того, чтобы вот прийти и посмотреть, что тут вообще все происходит. Если поговорим о средствах передвижения. Единственные, которые мне понравились, это две машины, Калибурн и Порш 911. Все остальное либо слишком медленное, либо слишком неуправляемое. Я уж не говорю про всякие там мотоциклы, к сожалению, никакого водного транспорта тут тоже нету. Есть пару заданий, где вас посадят на яхту и как бы все. То есть ничего такого здесь сверхинтересного, к сожалению, нет. Не знаю, то ли из-за того, что я игра на PlayStation 5 версию от PlayStation 4 по обратной совместимости, но мир у меня был крайне неживой. Максимум по автострадам гоняло три машины туда-сюда. Людей на улице практически не было. Наверное, максимальное количество, которое я когда-либо видел в игре, это в деловом центре, и то там его вообще недостаточно. Поэтому мир киберпанка, город Найт-Сити на данный момент неживой. Как бы это ни прискорбно прозвучало бы. Ну а вишенкой на торте стало отсутствие нормальных побочных заданий. Глобально задания делятся на три типа. Основные, второстепенные и побочные. И если же вы думаете, что вот CD Projekt Red в Ведьмаке 3 делали такие замечательные задания, второстепенные, где был какой-то неожиданный финал, еще более неожиданное у него было начало, что вы свернули буквально с какой-то тропинки, и тут начался квест длиною в 10 часов. Если вам нужно выбрать из трех различных вариантов очень плохих исходов, то здесь все максимально топорно, все максимально прямолинейно. Если про основные задания мы поговорим в отдельном топике про сюжет. Второстепенные задания нам выдают по нам детектив River World, Керри Евродин и Джуди. Вот эти задания мне понравились, в них происходят интересные события, ничего прям сверхординарного нету, естественно, конечно же, там все хотят замутить либо с Панам, либо с Джуди. Также есть возможность нетрадиционных отношений, но это для тех, кому это интересно. А так, сравнивать Ведьмак 3 и Киберпан 2077, это как сравнивать Слона и Моську, вы уж меня извините. И самое, что интересно, я так долго тянул с обзором на Киберпан 2077, я его на платину прошел еще, по-моему, в начале мая, 14 мая. Вот по Google Документы посмотрел, когда я этот обзор написал. 14 мая я его написал. Снимаем его 3 августа. Вот за этот промежуток, ладно, до этого полгода, за этот промежуток вообще ничего не изменилось. Вообще, то есть ни каких-то там гинусиш, ни каких-то новых заданий, ничего не добавили. Есть более или менее интересные там накопительные задания по типу, что мне понравилось, это королева автострад, где с девушкой из бара, самого известного бара в Найт-Сити, на ее грузовике, там покоряем различные трассы. Это интересно, там какая-то происходит неожиданная развязка. Вот это молодцы, вот это лайк. Плюс еще задание на поимку всех такси местной вот этой корпорации, которая отвечает за такси. Вот это, кстати, задание, наверное, ну, лучшее задание, которое я видел именно в плане побочной. Не тот, кто нам отдельно что-то выдает из ключевых персонажей, а именно вот такое задание, которое вроде как и простое в своей сути, но какая-то интересная за этим история скрывается. Открывается. Чувствуется, что вот над этим заданием все-таки как будто старая добрая CD Projekt Red приложила руку. Все остальное, вот эти боксерские бои непонятные, да, там вроде есть какие-то шутейки, да, вроде какой-то юмор там за всем этим стоит, какое-то высмеивание есть. Ну, это все настолько приземленно, это все настолько странно, что это чуть ли не на... Это чуть ли не чуть-чуть выше Assassin's Creed Valhalla, ребят, знаете, это вот Assassin's Creed Valhalla и вот Cyberpunk чуть лучше. Вот в моем мировоззрении игр. А это очень и очень плохо, особенно для CD Projekt Red. Ну уж, коль мы затронули Assassin's Creed Valhalla и затронули Ubisoft, то все остальные 60% времени, которые я провел в игре, это прямо классический грин. Ты приезжаешь и начинаешь зачищать эти значки на карте. Приезжаешь, тебе надо зачистить этот район. Молодец, вот тебе 5 копеек. О, фух, я такой молодец, я помогаю местным ребятам. Потом ты идешь и в следующую локацию заходишь. Тут надо спасти заложника, ты же великий там наемник, туда-сюда. Ты такой, да, я должен его спасти. Залетаешь, опять всех. Тра-та-та-та-та-та-та. Тру-ту-ту-ту-ту. Выводишь его наружу, тратишь на это тонну времени. Там перестрелка минут 10, 5 минут, пока этот чувак протупит или девушка. В этот угол посмотрит, в этот угол посмотрит, пройдет. Потом опять посмотрит. Я уже всех убил, что ты там рассматриваешь? Все, иди. Надо дождаться машину. Потом ты опять уже бежишь. Он по скрипту пока весь этот путь не преодолеет. Он не будет ускоряться. И это прямо раздражает. Раздражает то, что, блин, я привык такое делать в игре Ubisoft. Правда. Но у них уже и, знаете, порог моего доверия уже крайне-крайне снижен. А когда я схожу к киберпанку, он делался сколько лет, получается, у нас? Больше 8 лет он делался, и мы получаем вот это. Извините меня всем, кому понравился киберпанк. Мне это лично, ну, ни в коем разе не понравилось. Когда я слышу про киберпанк, в моей душе сразу всплывают две игры. Это Remember Me и Deus Ex. И, к сожалению, киберпанк 2077 никоим мрази вообще не смог подвинуть их в этом моем внутреннем топе. Да, сам по себе мир идейно крут, идейно красив. Я бы даже сказал, что они сделали его каким-то колоссальным. Не только с точки зрения горизонтального расположения города, но и с точки зрения вертикального. То есть огромные небоскребы, которые переплетаются там на 200-300 этажах между собой. И я думаю, что все технические проблемы пошли именно из-за вот этого гигантизма. И мы с Кириллом тоже на эту тему разговаривали. Он мне говорит, ну, согласись, что киберпанк сложно показать без вот каких-то вот таких вот элементов. Все-таки хочется какого-то такого глобального прорыва. И я с этим могу согласиться. Просто вопрос весь в том, что лично, на мой взгляд, ну, вы хотя бы сделаете, ну, что-то более или менее камерное, как тот же самый Deus Ex, как тот же самый Remember Me. Они же по факту, ну, ограничены в каком-то пространстве. Но там ты не ощущаешь себя, ну, в какой-то коробке, да? При этом это все грамотно сделанные игры. Киберпанк, они решили укусить такой кусок, который они по итогу не смогли проглотить. Я думаю, что они там меняли тысячу раз свои концепции. Они сами особо не понимали, что они хотят по итогу получить. Я даже думаю, что они раза три минимум просто все переделывали. И что по итогу получили? Я играю на PlayStation 5, версию на PlayStation 4 по обратной совместимости. И картинка настолько ущербная. И ущербная она не, знаете, там, мылом, какой-то плохой детализацией. Она ущербна какой-то просто непонятной рябью. Я до сих пор не могу понять, я какие настройки не лазил. Просто вот эта вот жуткая пикселизация картинки, я к ней очень долго привыкал. Если мы поговорим про баги, то их на тот момент, когда я проходил, не так уж и много в целом было. Да, какие-то там прикольные, что челик стал, застыл. Или Джеки прошел сквозь 10 шкафов, из него повылетало 10 тысяч страниц. Это никак не мешает в самом прохождении игры. Да, бывало, что я там еду на большой скорости, у меня резко выкидывает игра в главное меню. Говорят, хотите отправить репорт, да, техническая поддержка, чтобы мы работали дальше. И, естественно, там, да, да, конечно. Отправляешь им все, но такое у меня бывало, ну, за 120 часов раз, наверное, 10, не более. Единственный момент, который у меня прям реально очень сильно сгорело, это с версии 1.2. Насколько я помню, но сейчас, на данный момент, все достижения я сделал, осталось одно достижение, в котором вам нужно найти все терминалы быстрого передвижения. На тот момент я открыл абсолютно все, кроме одного. Именно этот 1 в этой версии игры не находился. То есть он как бы был, но не отображался. А из-за того, что не отображался, мне не давали платину. Мне, чтобы его получить, пришлось, как я уже говорил, накатывать с диска первоначальную версию, полностью там пройти за какую-то другую сюжетную линию, там, за кочевника стартовую. И потом, только уже спустя какое-то время, ездили по всем этим различным точкам. И самое, что смешное, самое, что меня отчего реально сгорело, это то, что буквально через полтора дня вышла следующая версия игры 1.21. Это все как бы прекрасно стало работать. А я на тот момент потратил еще 10 лишних часов своего личного времени, чтобы просто уже закончить с киберпанком. И в тот момент реально булочки-то пригорали. Музыка мне понравилась, музыка интересная, атмосферная, там, различные мучачос, там, американский рэпчик, латиносон. То есть там такой интересный именно под, знаете, такой южный, я бы сказал, стиль. Когда ты начинаешь сражаться, такой крутой электронный мотив врубается из всех щелей. Это понравилось. Но что мне прямо категорически вообще не понравилось, это русская озвучка. Помните, как нам это все говорили, когда там различные звезды нашего русского ютуба, шоу-бизнеса приходили, что вот у нас там звездные голоса будут, у нас все по-зрослому, у нас тут мат через слово. Ну, в общем, как все обычные взрослые люди-то, они только матом разговаривают. И тут я такой думаю, воу, круто, наконец-таки у нас что-то такое, да, будет нецензурированное. И это было настолько нелепо, настолько неестественно все это звучало, что это, знаете, черт, нам нужно там достичь какой-то точки. Блядь, чему ты это сказал? Зачем? Зачем? В чем смысл? Вот это, знаете, вот видно, что актеров озвучки именно заставляли материться. Они вообще, то есть они, да, понятно, что там наемники, это такой особый контингент, что там розовые сопли, это уж точно. Но в нашей русской локализации все это было крайне неестественно. Все эти голоса то были какие-то ускоренные, то наоборот какие-то слишком замедленные. И все это, знаете, прямо бросалось в глаза, слышалось в ушах, какое-то отдавалось, знаете, дешевизной. Поэтому вот киберпанк в плане атмосферы, вот он какой есть, его либо принимать, либо нет. До выхода игры разработчики нам обещали, что каждое действие в игре будут иметь свои последствия. Как звучит-то, да, прям интригующе, прямо чувствуется, что вот где-то вот здесь уже система круче, чем была в Deus Ex или Ведьмаке. А по факту на выходе мы получили пшик. Выбор концовки чуть ли не а-ля Mass Effect 3, где нам нужно выбрать всего лишь цвет той концовки, которую мы хотим увидеть. Та самая первая концовка, которую я получил сам по себе, когда играл как я хотел, меня в целом устроила. Но все остальные, ну, если честно, как-то мне вообще в душу не запали. Если говорить про сам по себе сюжет, то он неплох, он интересен. Но что меня удивляет, это то, что после Геральта из Ивии, у которого был какой-то бэкграунд, какая-то интересная история за всем вот этим образом стоящая, то здесь, в Киберпанке, мы играем просто как будто за аватара, амебного наемника, который в своих мечтах старается быть каким-то крутым таким наемником, который берется только за самые крутые дела. А по итогу получается, что мы просто всю игру находимся между молотом и наковальней, и все наши решения принимаются как будто, собственно, не нами. И при этом мы видим персонажа, как Джонни Сильверхэнд, который всем понравился, и мне он реально тоже понравился. Почему? У него есть бэкграунд, у него есть интересная история за плечами, которую нам интересно было бы изучить, нам было бы интересно узнать, каково это играет за Джонни Сильверхэнда. Да, в каких-то моментах нам могут это позволить сделать, но вот если бы именно Джонни Сильверхэнд с его какими-то понятиями, с его какой-то мотивацией был бы главным героем, лично, на мой взгляд, это было бы гораздо проще и в сценарном плане игру сделать какой-то прям очень крутой. Так и вот в глобальном смысле, представьте, вы играете за такого рокера, да, с какой-то такой интересной судьбой, с необычным пониманием жизни. А здесь вот Ви, Ви, да, что это, кто это, это никто. По факту нам всю игру понравился сказать, что мы в целом-то никто, и в одной из каких-нибудь концовок, вот вроде как только вы пройдете какой-то свой путь, вам может кто-нибудь скажет, ну вот видишь, ты молодец, ты все-таки не никто. И ты такой, да, это очень круто. Поэтому мой рецепт победы для Киберпанка был бы, если бы мы играли именно за Джонни Сильверхэнда. А так, на мой взгляд, сюжет на один раз, перепроходить какого-то большого желания нету, если вы не хотите сделать платье. По-моему, на платье надо 4 разных концовки увидеть, но там просто надо немножко аккуратнее именно с сейвами поработать, чтобы не обламывать себе и еще там 20-30 часов своей жизни тратить. Советую ли я вам пройти Киберпанк 1077? Если вы ждали ее, прям ночами спать не могли, но в какой-то момент, когда она вышла, вы увидели, что в ней тонну багов, лагов, фризов, и вы хотели в нее все-таки поиграть в более или менее рабочем состоянии, то сейчас можете смело брать, да, я немножко слукавил в том плане, что вот за этот период, пока я не играл в нее с мая по август, что там вообще ничего не изменилось, в плане сюжета, естественно, ничего не изменилось, никаких квестов не добавили, DLC не выпустили, но в плане как раз-таки проработки всех этих хотфиксов, они все-таки так или иначе этим занимаются. Поэтому сейчас можете смело ее пройти. Не думаю, что она вас задержит на какой-то большой период времени, но, как ни странно, если вы фанат нынешних игр Ubisoft, то вот Киберпанк 1077 вам реально зайдет, потому что это на одну, максимум две ступеньки лучше, чем современные игры Ubisoft. 40 часов хорошей, нормальной, негениальной игры и 60 часов гринда. По методичке Ubisoft, если игра в открытом мире больше 100 часов, можно смело ее уже продавать. От меня игра получает 7 баллов из 10. Поставил бы еще бы ниже, как-то, вы знаете, прямо CD Projekt Red, все-таки вот чуть-чуть, чуть-чуть еще Вера жива. Я надеюсь, что до какого-то играбельного состояния, пока они ее не доведут, это сейчас вот как-то плачевно все выглядит. Но если они все-таки догадаются сделать что-то такое по типу, как у них были DLC, кровь и вино, или каменные сердца, да, только для киберпанка, то думаю, что комьюнити 1 все-таки еще один шанс им даст. А так сейчас по сложным сердцем расстаюсь с вами. Полгода я ждал, 3 месяца не хотел делать обзор, но вот оно вам мое мнение. Продолжение следует...